Малышка Анастасия занимается фотографией около трех лет. 15 июля в Музее Симбирской фотографии открывается ее первая персональная выставка «Новорожденные сны». Перед тем, как начать заниматься таким ответственным делом, фотографу необходимо пройти серьезную подготовку – мастер-классы, семинары, консультации с врачами и акушерами. Сейчас я езжу на встречи с беременными, когда у них проходят курсы по подготовке к родам. И в конце я рассказываю о своей съемке, о преимуществах, о ценности. Показываю фотокниги, результаты работы фотографии. Они все умиляются, создают очень много вопросов, так как съемка сейчас – это вид съемки новый. И у них много очень вопросов, все интересно, и они умиляются. И все же решиться на подобную фотосъемку сможет не каждый. В таком тонком деле важна каждая мелочь – расположение головки, ручек, ножек, режим сна, кормление, температура в помещении. А самое главное – успеть провести съемку в первые две недели после рождения ребенка. Золотым временем я называю – это от шестого по десятый день. Тогда малыш чувствует себя уже комфортно, он прошел адаптацию после роддома, мама пришла в себя, у мамы уже достаточно молока, и малыш уже чувствует себя более не менее приспособленным к нашей жизни. В Ульяновске фотографов, работающих с малышами, можно пересчитать по пальцам одной руки. Да и доверить своих деток чужому человеку с объективом решается не каждый родитель. Хотя, стоит заметить, многие мечтали бы иметь на память снимки своих еще совсем крошечных малышей. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новость Ульяновской правды.